Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей, в том числе по профилактике и лечению сахарного диабета. Автор сотен видео на собственном канале YouTube про правильное питание, правильное употребление воды, профилактику, лечение, средствами народной медицины, фитопрепаратами, аллопатическими препаратами. Сегодня решил написать такое видео на очень важную тему. Сахарный диабет. Диагноз имеет разное значение для здоровья человека. И, к сожалению, отношение к этому диагнозу стало несколько панибратским. Ну, подумаешь, есть. Ну, подумаешь, могу заболеть. Я понимаю, что сто лет назад человек мечтал услышать вместо диагноза сахарный диабет диагноз рак. Потому как при установлении диагноза сахарный диабет люди обычно погибали в течение нескольких недель. Реже нескольких месяцев. Когда устанавливался диагноз рак, у человека, как правило, есть несколько месяцев. Возможно, несколько лет. В зависимости от стадии. Чтобы что-то изменить в своем образе жизни, в своем питании и выздороветь. Сегодня диабет научились лечить лучше. Но! Не собственно диабет. А научились лучше контролировать сахар в крови. Да, это важный показатель. Это опасный показатель во многих случаях. Но! Далеко не единственный. Который нужно контролировать. для того, чтобы при сахарном диабете не только в коротком промежутке жить лучше, но и жить и дольше. Это разные вещи. Поэтому в этом видео я постараюсь объяснить, во-первых, как поставить сахарный диабет в домашних условиях. Если вам это не подойдет, можете зайти в любую лабораторию и сдать анализы. И проверить не только наличие у себя сахарного диабета. Потому как по статистике 15% населения знают, что у них есть сахарный диабет второго типа. Та же статистика говорит о другой цифре. Что еще примерно 15% населения ходят с высоким уровнем сахара в кровеносном русле. и не знают об этом. Но я скажу вам еще одну цифру. Примерно столько же, если не большее количество, находится в пути к этому диагнозу. А диагноз не простой. Не просто сахар повышен в крови. Этот сахар очень жестко меняет вязкость крови. И в любой момент может поставить на кон вашу жизнь. Это очень серьезная тема. А не просто, знаете, такая сладкая жизнь. Чуть больше сахарка в крови. Знаете, как в том анекдоте, когда пациент сдал суточную мочу. Трехлитровую банку тащит в поликлинику. Потом смотрит, тащит обратно. Прошу, слушай, что случилось? Я дурак. Отдавайте им сахара много. Пойду, понесу домой. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете не только, как определить наличие сахарного диабета у себя. Но вы узнаете 4 основных движения. Всего 4. Которые вам нужно делать, чтобы в сахарный диабет не попасть. А также, в случае, если у вас есть сахарный диабет, то вы узнаете 5 основных движений, которые вам нужно делать, чтобы из него постараться выйти. Поэтому, смотрите это видео до конца. Вы узнаете много полезной информации. Как же определить у себя наличие сахарного диабета практически в домашних условиях? Но один из интересных показателей это сухость во рту. Почему она появляется? Сахар очень любит воду. И чем выше уровень сахара в крови, тем больше воды сахар удерживает в кровеносном русле. И она не может выделяться. В полости рта появляется сухость. То же самое происходит с кожей. Меньше образуется пота. И вы меньше потеете в летнюю жару. Равно легче перегреваетесь. У вас меньше воды выделяется через органы дыхания. Густеет мокрота. И там могут обостряться любые заболевания органов дыхания. Начиная с банального хронического бронхита. Заканчивая бронхиальной астмой либо пневмонией. И этот показатель очень интересный. Но не следует его путать с сухостью по другой причине. Когда вы съели много соли. Например, колбаски. Твердого сыра. Домашних консерваций. Огурчики, помидорчики соленые. Селедочку съели. Соль тоже держит. Она тоже любит воду. И тоже удерживает ее в кровеносном русле. И практически аналогичные ситуации у вас появляются. Симптомы похожие. Поэтому на ранних этапах. Вот сухость во рту. Может быть вы просто воды забыли выпить своевременно. Тоже вариант появления ее. Но это уже сигнал. В любом случае это сигнал, что что-то вы делаете не то. Образ жизни, система питания у вас не соответствует той окружающей среде, в которой вы находитесь. Другой показатель полиурия. То есть. Как правило в ночное время. Но в данном случае сахар повышается значительнее. Выше. Порядка 10 миллимольный литр. Если сухость это раньше. То полиурия это немножко позже. Просто есть почечный барьер по глюкозе. И когда уровень сахара в кровеносном русле повышается выше 10 миллимольный литр. Он начинает переваривать через почечный барьер. И попадает с мочой. И утаскивает за собой воду. И у вас появляется частое мочеиспускание. Но. При такой ситуации. Мочеиспускание частое и обильное. Если у вас обострение хронического цистита, простатита, уритрита. Оно частое и не обильное. Хотя по ощущениям во втором случае у вас такое впечатление. Что целое ведро вышло. На самом деле просто раздраженная система. Даже на несколько капель реагирует. Как будто бы там выходят просто тонны воды. Отдифференцировать тоже очень просто. Вот тот анализ. Суточную мочу сдали. Если там сахар есть. Значит у вас были эпизоды. Когда уровень сахара в кровеносном русле был выше 10. Напомню норму. Сахар. Нормальная регуляция уровня сахара в крови. Это около 4. 3,9. 4,1. 4,2. Ну до 4,5. Вот где-то в этих пределах. Около 4. Чем ближе к 4 тем лучше. Это оптимальная регуляция уровня сахара в крови. А вот эти ситуации развиваются при более высоком сахаре. Конечно можно. Если у вас есть полиурье. Можно в домашних условиях проверить. Раньше так врачи и делали. Пробуется моча. Она сладковатая на вкус. О! Есть! Значит сахар в моче есть. Раньше на этом уровне на человеке практически ставили крест. Мы говорили все сахарный диабет. Не знали что просто делать. В этом видео дальше будет что делать в случае если у вас есть сахарный диабет. На сегодня это не смертельный диагноз по факту установления его. Но очень опасный своими осложнениями. Потому что нарушается обмен веществ не только углеводов. Летит обмен веществ белков, жиров, витаминов, макро и микроэлементов. Все расползается. Потому как основной энергетический субстрат для работы ваших клеток. Сахар. Клетками используется неправильно. И в этом случае организм вынужден энергетику переориентировать с экологически чистого топлива. С углеводом на более грязные жиры или белки. Потому что от углеводов образуется угольная кислота при полном сгорании H2CO3. Попадание которой в кровь при встрече с натрием образует известный гидрокарбонат натрия. И ощелачивает вашу кровь. Если же организм энергетика переориентируется с углеводом на жиры. В кровь попадают кетоновые тела. Это вещества очень достаточно агрессивные. Очень токсичные. И они так просто не выйдут из вашего организма. Потому как организм не рассчитан на такое обилие этих соединений. Плохо если образуется еще неумеренного использования в обмене веществ белков. Там другие кислоты тоже жесткие. Которые тоже невозможно нейтрализовать. Так как угольную кислоту легко и просто превратить ее в известную пищевую соду. Или гидрокарбонат натрия. Там все значительно хуже. Все значительно сложнее в обмене веществ. Поэтому обмен веществ должен все таки идти ориентироваться на углеводы. И в меньшей степени на жиры и белки. Что делать если у вас вот эти ситуации появляются? Ну лучше конечно все таки проверить анализы. И как это сделать правильно я вам расскажу прямо сейчас. Что же делать чтобы подтвердить либо опровергнуть ваши догадки в домашних условиях? Ну конечно лучше сделать анализы. И по ним проверить реальный уровень сахара в крови который у вас присутствует. Идете в лабораторию. Сдаете кровь на сахар. И получаете какую-то цифру. Она может быть разной. Возможно она будет выше 6 миллимоль на литр. Да и врач эндокринолог говорит. Вы мой пациент. По жизни навеки. Будем с вами дружить и лечиться. И вы попали в те 15 процентов о которых говорит официальная медицина. Частенько возможно уровень сахара будет 599 миллимоль на литр. И врач эндокринолог не имеет права вам сказать. Вы мой. Вам еще чуть-чуть нужно подождать. И будет диагноз. А нормальный уровень сахара напомню 4, ну 4,5. Вот если цифры уровня сахара в кровеносном русле у вас находятся в пределах от 4,5 до 5,99. Вы вне зоны лечения находитесь. И вопрос вам куда? Вам в сахарный диабет или в здоровье? Вот тут от вашего поведения зависит то куда вы попадете. Если будете продолжать делать то что вы продолжали. Понятно вы попадаете в диабет второго типа. Если вы что-то измените в своем образе жизни. Ну вы эту вероятность уменьшите. Перейдете в другую категорию по уровню своего здоровья. Потому как диабет жесткий диагноз. К сожалению очень бьет жестко по сосудам. И фактически люди сегодня от сахарного диабета умирают ну крайне редко. Непосредственно от него в гипергликемической коме. Да сахар там выше 20. И просто сердце не выдержало. И проблема реальный сахарный диабет к сожалению унес этого человека. Чаще по другому. Плохо скомпенсированный сахарный диабет. Сахар нарушает состояние сосудов. И как правило инфаркты, инсульты. В лучшем случае наберите диабетическая стопа. Диабетическая ангиопатия. Наберите. Диабетическая ретинопатия. Которая приводит к так называемому трубочному зрению. Это угол обзора 1-2 градуса. Это все что остается у больного с сахарным диабетом. Для проверки можете проверить что это такое. Берете кулак неплотно сжимаете. Остается у вас небольшое отверстие. И смотрите. Вот это то что вы сможете видеть в случае если диабетическая ретинопатия развивается в полном объеме. То есть разные варианты инфаркта, инсульты. Это тоже удел диабетиков. Они сегодня умирают от этих заболеваний. Поэтому если уровень сахара у вас находится в этих пределах. От 4,5 до 5,99. Вам нужно активно заниматься профилактикой сахарного диабета. Об этом я расскажу чуть дальше в видео. Но вы можете еще один анализ сделать. Потому что уровень сахара в крови сегодня это сегодня на сегодня. Это сейчас на сейчас. Это отражает фактически то что вы делали вчера. Если вчера у вас вечером был кефирчик и все. Как это я рекомендую обычно в своих видео. У вас не будет высокий сахар. А если вот вы пришли после праздничного застолья. Вот тут возможны варианты. Варианты могут быть разные. Поэтому я бы вам советовал сделать расширенный такой анализ. То есть не только уровень сахара в крови проверить. Ну и дается 0,75 грамма глюкозы на килограмм веса. Вы выпиваете эту порцию. И вам делают последовательно еще 3 анализа. С интервалом полчаса. Что вы получаете на выходе? Вы получаете определенную кривую. Если у вас в любой точке, в любое время. Уровень сахара в кровеносном русле. После нагрузки глюкозы поднялся выше 5 ммл. Это серьезная ситуация. Это говорит о том, что ваш организм не очень хорошо управляет обменом углеводов. И вам нужно реально что-то делать. Причем это что-то делать может возникнуть у вас. Даже если сахар был ниже 4,5 мм. Опять-таки если у вас был скромный ужин. То тут возможны варианты. Делать в спокойном режиме это здорово. Но когда машина стоит у обочины. Мы не можем сказать как она может ездить. Нужно сеть завести мотор и поездить там по трэдбану. Вот простая такая нагрузка глюкозой. Это легкий трэдбан для вашего организма. Который проверяет склоны с сахарным диабетом. В ближайшей перспективе. Если ничего не будет жестко меняться. Хотя возможны варианты. Что жесткие перемены в вашем здоровье. Могут отразиться. Исказить этот анализ. И ускорить развитие сахарного диабета. Об этом будет чуть позже в этом видео. Какой еще показатель я бы советовал вам сделать? Есть такой показатель. Называется гликозидированный гемоглобин. Этот показатель показывает средний уровень сахара в крови. У вас на протяжении последних трех месяцев. То есть это взгляд немножко в прошлое. А нагрузка глюкозой показывает вам взгляд в будущее. Что у вас может быть. И сделав эти два анализа. И посмотрев на цифры которые вы получили. Вы можете понять где вы находитесь. Вы получаете точку отсчета в системе сахарный диабет. Это очень важная ситуация. Потому что туда лучше не попадать. Оттуда проще туда не попасть. Чем оттуда выходить. И вот эти анализы. Это не сложно сделать. А вот какие факторы вам нужно учитывать в своем образе жизни. Чтобы не попадать в ситуацию. Если вдруг у вас оказались какие-то иные анализы. Вы узнаете чуть позже. Потому как сахар в кровеносном русле. Не имеет права подняться выше 5. Если вы съели порцию каши из примерно 500 грамм гречневой крупы. Не может сахар при нормальной регуляции. Подняться выше 5 миллимоль на литр. В то время как больной с сахарным диабетом. Пару ложек гречневой каши уже положил в рот. И понимает что третья может быть лишней. Сахар засвистит только так. Потому что регуляция нарушена. Что делать будет дальше в этом видео. Какие же 4 основных показателя нужно контролировать. Чтобы не попасть в сахарный диабет. Показатель номер 1. Стресс эмоциональный. Как только вы попадаете в стрессовую ситуацию. Для выхода из нее вам нужна энергия. Самая простая энергия это углеводы. Именно потому и повышается уровень сахара в крови. И в стрессовой ситуации это благо. Она сохраняет вам жизнь. А на перспективу это проблема. Потому что повышается уровень гликозидированного гемоглобина. А это проходимость сосудов. Это обмен веществ. И старение вашего организма в принципе. Но в стрессе это не имеет значения. Старение в перспективе. В стрессе выживание здесь и сейчас. Второй показатель который неизменно вырастает. Это уровень холестерина в крови. И в стрессе это здорово. Потому как это самый простой строительный материал. Для ремонта клеток. Которые в этих условиях ломаются чаще и больше. На перспективу. При определенных условиях. Высокий уровень холестерина в кровеносном русле. Это риск развития атерослероза сосудов. И за ним тоже свои хвосты. По проблемам по здоровью. В стрессе обычно повышается уровень артериального давления. Частота сокращения сердца. Частота дыхания. Мышечный тонус. И за каждым из этих показателей тоже свои хвосты. Свои проблемы. Повышенный износ сердечно-сосудистой системы. Повышенные требования к дыхательной системе. Но мышечный тонус вроде как ничего. Вроде как вы в тонусе, вы в напряжении. А на самом деле вы готовы к физической активной работе. А на самом деле у вас мышца зажимает сустав. Нарушается питание хряща. И развивается обменно-дистрофическое заболевание суставов. Где? Это уже история. Какие суставы полетят первыми? То ли это будет только позвоночник. То ли это будут суставы нижних и верхних конечностей. Это уже история. Где проблема? Проблема не здесь, а проблема совершенно иного. В вашем отношении к стрессовым ситуациям. И меняя его, вы убираете и эти риски. И заодно избавляете себя от возможности познакомиться с диагнозом сахарного диабета 2 типа. Но это не единственная ситуация, которую вам нужно контролировать. О других ситуациях вы узнаете прямо сейчас. Фактор номер 2, который обязательно нужно контролировать, чтобы не попасть в сахарный диабет. Это стресс физический. Сейчас понимаю, как с облегчением вздохнула часть людей. Доктор не назначает встречу в тренажерном зале, на беговой дорожке, в парке. И не контролирует, сколько километров вы пробежали за сегодня. Этого действительно делать не нужно. Потому, как это стресс физический со знаком плюс. Чаще всего он повышает совершенно иные риски. Да, риск сахарного диабета снижает. Но зато повышаются другие риски. Но есть стресс физический со знаком минус. Гиподинамия. И он сегодня достаточно распространен. Если вы не используете в полном объеме те мышцы, которые у вас есть. Опорно-ответельный аппарат у вас бездействует. То ваши мышцы не могут помочь вам контролировать уровень сахара в кровеносном русле. И своей работой снижать его. Поэтому если вы будете вести более активный, более подвижный образ жизни. Это прекрасная профилактика сахарного диабета. Но не единственный фактор. Который может вам помочь. Но другие факторы могут нивелировать. Поэтому смотрите видео дальше. Вы узнаете очень важный фактор номер три. Третий фактор. Который обязательно нужно контролировать. Чтобы не попасть в сахарный диабет. Это стресс пищевой. Как питается большинство. Как хочет, как знает, как может. Результат понятен. Если у вас сахар в крови поднялся. То вы питаетесь неправильно. Можно легко и просто снизить его самостоятельно. В домашних условиях. Перешли на так называемое лечебное голодание. Понятно. Сутки двое. И у вас сахар будет в норме. Потому что обмен веществ. Выберет этот сахар из кровеносного русла. Вы его используете. Вопрос. Что дальше? Если вы из пищевого стресса под названием переедание. Попали в стресс недоедание. То есть называется лечебное голодание. Опять перешли на привычное вам питание. Опять проблема. Опять сахар поднялся. Опять поголодали. Вот такие качели. Они безусловно интересны. Да. Вы самостоятельно регулируете уровень сахара в крови. Без посторонней помощи. Но. Когда у вас поднялся уровень сахара в крови. У вас поднялся уровень гликозидированного гемоглобина. А вот его так просто не снизить. Он упадет только через 3 месяца. Когда изношенный эритроцит уберут из кровеносного русла. Из части его сделают желчь. И это будет очищать ваш организм. В очищении будет использоваться в пищеварении. Но. Это произойдет только через 3 месяца. После вот этого повышения уровня сахара в крови. Если вы питаетесь неправильно. Чаще чем 1 раз в 3 месяца. У вас густая кровь. У вас эритроцит медленно проходит по капилляру. Потому что тут гемоглобин. Гликозидированный. Тут сахарок на его поверхности прилип. А эритроцит медленно проходя по капилляру. Будет тормозить обмен веществ. Потому как из него трафик по капилляру эритроцитов уменьшился. Соответственно поступление кислорода к органам и тканям уменьшилось. А снижение обмена кислорода. Снижение сгорания той пищи которую вы съели при вращении в энергию. Это торможение обмена веществ. То есть вы играете с уровнем сахара в крови. А у вас по паспорту один возраст. А клетки работают по другому. Если у вас тут допенсионный возраст. Там уже давно пенсионный возраст. И вот чтобы в эти ситуации не попадать. Питаться нужно все таки более правильно. Такие видео на моем канале есть. Их достаточно много. Посмотрите хотя бы видео консультации врача диетолога онлайн. Там много интересной информации про правильное питание. Но! Вот здесь важно понимать. Что пищевой стресс для вашего организма. Как со знаком плюс. Так и со знаком минус. Это не самое лучшее отношение к себе любимому. А вот какой четвертый фактор вам нужно обязательно контролировать. Чтобы не попасть в диабет. Вы узнаете прямо сейчас. Первых три фактора. Фактически отражают ваше понимание. Что такое здоровый образ жизни. В тех условиях в которых вы находитесь. А вот фактор номер четыре. Это в большей степени подарок. Который вы получили. Но не при рождении. И даже не во время оплодотворения. За девять месяцев обычно. До рождения. Это подарок. Который сформирован был вашими родителями. Месяцев за три-четыре. До того момента. Когда они приняли решение. Что им нужны вы. От того образа жизни. Который они там вели. Той системы питания. Которую они к себе применяли. Вот там сформировался этот подарок. И если ваши родители угадали. И подарок у вас прекрасный. То первых три фактора. Для вас имеют в большей мере теоретическое значение. Потому как ко мне приходили люди. Которые ведут эмоционально активный образ жизни. Сопряженный с мощными стрессами. Регулярными стрессами. Все это происходило на фоне неправильного питания. На фоне гиподинамии. Когда основная активность это. Километраж на спидометре. А человек перемещается между автомобилем. Лифтом. Кабинетом. Диваном. А уровень сахара у него. В приличном состоянии. И уровень холестерина может быть тоже в приличном состоянии. Все зависит от того. Насколько хороший биохимический мозг они получили. То есть насколько хорошо работает печень в организме. Причем не имеет значения печень абсолютно здоровая. Или там есть явление какого-то жирового гепатоза. Стоятого гепатита. Дискинезии желчного. Даже в этих условиях. Хорошая печень. Будет справляться с обменом веществ. И метаболический мозг. Ваша печень. Будет работать хорошо. И показатели в кровеносном русле. Будут хорошими. Правда. Часто бывает и другая ситуация. Когда печень досталась не самой хорошей. И человек вроде как сильно на работе или там по жизни не волнуется. Вроде как и перемещается аккуратно. И пытается какую-то систему питания поддерживать. А уровень сахара в крови повышен. А уровень холестерина в крови повышен. И вот если вы уже. Несмотря на разные ситуации. Попытки оздоровиться. Улучшить обмен веществ. Все-таки познакомились с сахарным диабетом. Что делать. Чтобы вернуть ситуацию. Попытаться выйти из этой не самой простой ситуации. Вы узнаете прямо сейчас. Что же делать. Если диагноз сахарный диабет вам уже знаком. Либо скажу иными словами. Пройдя те простые исследования. Которые я обозначил в начале этого видео. У вас уровень сахара в крови. Выше чем четыре с половиной миллимоль на литр. Первое что вы должны сделать. Это принять решение. Вам куда. Либо вы ничего не меняете. И продолжаете двигаться дальше. В том направлении которое уже обозначено. Либо вы должны что-то изменить. В своем образе жизни. В своем отношении к себе любимому. Потому как есть очень простой индикатор. Состояние сосудов. Которым вы можете этот тест сделать просто прямо сейчас. Поставив это видео и слушая меня. И проверяя очень просто в режиме онлайн свои сосуды. Вам для этого достаточно просто поднять штанину. Или посмотреть на свои ноги. Если у вас там шикарная растительность на ногах. Та которая была и раньше. Она не изменилась на протяжении вашей жизни. И косметологи посматривают и рекомендуют вам проводить депиляцию. У вас сосуды в прекрасном состоянии. И вы в принципе пока можете только наблюдать за своим организмом. За своим здоровьем. Если же количество волос у вас немножко уменьшивается. Они поредели. И косметологи уже не так резво к вам пристают. Это говорит о иной ситуации. О том что волосы просто так не выпадают. Это не возраст. Давайте посмотрите в свой паспорт. Это иная ситуация. Это уровень метаболического обеспечения. Который раньше был лучше. А сейчас несмотря на то что вы ходите ногами. И крови в ногах достаточно. Даже иногда слишком много. Поэтому и отеки там появляются. Но питания уже недостаточно. Потому волосы и выпадают. На моем канале есть несколько видео про выпадение волос. Они больше относятся к выпадению волос на голове. Потому что выпадением волос на ногах не озабочены люди. Хотя это тоже индикатор. Какая разница где выпадают волосы. На ногах или на голове. Это индикатор того что кровь пустая. И не попадает в нужном количестве к волосам. Поэтому они и выпадают. Ладно если вам не интересно лечить облысение. Без проблем это ваш выбор. А вот не трогать эту ситуацию. Тут опаснее для жизни. Потому как сосуды при диабете. Или при нарушении толерантности глюкозе. Когда уровень сахара поднялся выше 4,5. Это совсем другая ситуация. Уже не совсем косметический дефект. Это уже опасно для вашей жизни. Потому как следом за выпадением волос. Я бы сказал это первая стадия нарушения сосудов. Удлиняется время заживления язв ран. То есть вы поранились. А ранки заживают не так как раньше. И хорошие мотиваторы вам говорят. Ну что вы хотите посмотрите в паспорт. Вам же сколько лет. Но следующая стадия. Если вы ничего не делаете. Если вы только смотрите в свой паспорт. Раны перестают заживать вовсе. Появляются так называемые трофические ранки или язвы. Вслед за этим. Если вы продолжаете смотреть свой паспорт. Появляется гангрена. То есть омертвение части тканей. К счастью при сахарном диабете гангрена сухая. Не влажная. Сухая гангрена не опасна для вашей жизни. Сама по себе. Но вот язвы опаснее. Там идет деструкция тканей. И оттуда идет всасывание разрушенных клеток. Фактически. В кровеносное русло. А здесь удар по почкам. Которые тоже при сахарном диабете. Или при нарушенной толерантности к глюкозе. Работают не самым лучшим образом. У них точно такая же ситуация с сосудами. Только вы ее пока не видите. Вы ее пока не замечаете. С ногами все понятно. Знаете есть хороший фильм. Классика. Чародей. И там Гафт. Актер Гафт. Очень красочно эту ситуацию обрисовал. Он хотел омолодиться. По рецепту конька-грабунька. Ну и взял энциклопедию. Почитал чем может закончиться. Так вот первая стадия покраснения там. Это выпадение волос на ногах. Вторая стадия пузырей. Это удлинение заживления язв. Третья стадия. Некроз тканей. Это вот как раз трофические язвы. Которые уже не заживают. Не хватает питания для заживления. Ну четвертая стадия. Там обугливание. Тут гангрена. Аналогия понятна. И вы должны понимать какая ситуация в вашем организме происходит. Поэтому не лечить. Диабет нельзя. Ну а если у вас просто нарушена толерантность глюкозы. То тоже нужно кое-что делать. Ну а что делать подробнее. Я расскажу прямо сейчас. Если вы приняли решение заняться своим здоровьем. То первое на что вы должны обратить внимание. Провести ревизию системы питания. Потому как уровень сахара в крови. Повышается от банальной причины. Вы просто переели. Это знают все. Особенно диабетики. Ну не сдержался. Сахар в крови поднялся. Но это не самый опасный показатель. Дальше. Диета. Сахар снизился. А гликозидированный гемоглобин остался. И риск для сердца и сосудов на ближайшие 3 месяца обеспечен. Поэтому прежде всего. Если у вас скомпрометирован обмен веществ. Ревизия системы питания. Если вы кушаете 2-3 раза в день. Этого явно недостаточно. Увеличиваете частоту приемов пищи. Хотя бы до 5. С первым приемом пищи. Сразу после сна. В течение первого часа. Последний прием пищи в этот день. За час-полтора до сна. В этом случае. Сахар. Как и другие компоненты пищи. Будут попадать в кровь более плавно. Пик будет не 2-3 раза в день. Вот такие высокие. Они будут не такие высокие. Да. Они будут в течение дня. Но не такие высокие. В этом случае. Вашему обмену веществ. Проще. Помогать вам. Контролировать уровень сахара. И не попадать на осложнение. Конечно. Если у вас есть. Какие-то заболевания. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Имеется в виду. Гипертоническая болезнь. Атерослероз сосудов. Вишемическая болезнь сердца. Пороки сердца. Вейтосуистая дистония. То частоту приемов пищи 5. Она уже вам недостаточно. Потому как. По большому счету. До какой величины. Поднимется уровень сахара. После приема пищи. Для вас уже имеет второстепенное значение. А первостепенное значение. Имеет объем и вязкость крови. Которые увеличиваются. После каждого приема пищи. Потому как. Опасности высокого сахара. Они в перспективе. А опасности. Высокой вязкости крови. Здесь и сейчас. Не выдержало сердце. Прием пищи. Ну. В лучшем случае. Попали к кардиологу. Поэтому. Если есть эти проблемы. Велосипед изобретать не нужно. Он давно уже изобретен. Пища попадая в пищеварительную систему. Если это не запретные для вас. Сахар либо мед. Да. Они пищеварению практически не подвергаются. Только дезинфекции. И попадая быстро в кровь. Повышает уровень сахара. Но. Они мало влияют на объем крови. Влияют. Сахар тащит за собой воду. Но. В меньшей степени. Чем другие компоненты пищи. Которым нужно переваривать. Там выделяется больше пищеварительных соков. Вместе с которыми. Пища попадает в кровь. Если вы съели стакан пищи. У вас кровь попадает в литровая банка. И понимаете. Насколько это серьезное испытание. Для уже скомпрометированной. Сердечно-сосудистой системы. Поэтому. Велосипед изобретен. Его изобретать не нужно. Есть проблемы с сердцем и сосудами. Для того чтобы не проверить. Диагноз. Называемый ресторанной болезнью. Раньше так называли инфаркт миокарда. Который возникал после. Ситуационного переедания в ресторане. В этом случае. В этом случае. Вам нужно. Частоту приемов пищи увеличивать. В этом случае. После каждого приема пищи. Вязкость и объем крови. Уменьшаются. Вернее. Увеличиваются не в такой степени. И риск для сердца и сосудов. Снижается. Потому как. Второй фактор. Который следует из первого. Увеличивает частоту приемов пищи. Вы естественно уменьшаете объем. То. Та пища. Которую вы привыкли употреблять в течение суток. Мы ее пока не трогаем. Мы просто изменили частоту. Сделали более плавным попадание. Этой пищи в кровь. И проще тогда обменом веществ. Съедать вот эти вот. Повышения. Пики в крови. Которые присутствуют. Это. Фактор номер один. Потому как. Фактор номер два. Вы уменьшаете уже объем пищи. Которую употребляете в течение суток. И в основном контролируете конечно углеводистую часть. Другие можно пока не трогать. Но количество углеводов нужно уменьшать. Потому как если одним режимом питания вы не справились. Дальше. Жесткий контроль углеводов. И вы можете посмотреть. Не буду утомлять вас. В этом видео. Такая информация в интернете есть. Есть гликемический индекс. Есть разное количество углеводов. Которые находятся в продуктах питания. И уже тут нужно контролировать этот показатель. И это очень важно. Потому как. Если обмен веществ. Все таки еще. Более упал. Более нарушился. То конечно. Нужно ему помогать. Более активно. Я понимаю. Что в данном случае. Вы уже наступаете. Как говорится. На горло собственной песни. Вы питаетесь более скромно. Смотрите. На своих друзей. Знакомых. Которые кушают. Как прежде. А вам так пока нельзя. Потому что вам нужно помочь. Своему обмену веществ. Реабилитироваться. В той степени. Какой это может произойти. Ну а что делать еще. Кроме этого. Вы узнаете прямо сейчас. Очень важный компонент. Который обязательно должен появиться. Либо на столе. Либо в пределах видимости. Для лечения сахарного диабета. Это часы. Вы должны контролировать четко. Время начала. И окончания приема пищи. И оно должно быть. Не более 10 минут. Меньше может быть. Но не более. Это имеет огромное значение. Потому как. Если вы конечно не нарушаете. Диету. И не употребляете. Сахар. Мед. Простые углеводы. Из фруктов. Они первое время. Не самые лучшие. Спутники лечения. То. За первых. 10 минут. Сложные углеводы. Не важно это каша. Не важно это хлеб. Не важно это. Какие-то другие источники. Даже. Теоретически. Не имеют возможности. Перевариться. И попасть в кровь. И это имеет огромное значение. Потому как тот уровень сахара. С которым вы сели за стол. Он за первых 10 минут не меняется. Он может немножечко снизиться. Но повыситься не может. Ни из чего. Пища еще не переварилась. Не попала в кровь. И это принципиально. Потому как. На 11 минуте. Может быть на 10. Может быть на 9. Торопиться не нужно опять-таки. Пережевывайте пищу правильно. Но. Грубо через 10 минут. У вас должна начаться физическая активность. Небольшая. По интенсивности. Но должна начаться. В этом случае. Ваши мышцы начинают более активно использовать тот сахар. Который в крови уже есть. Он начинает. Вернее продолжает снижаться. А только пища переварилась. И сахар попадает в кровь. А мышца уже работает. Она не даст ему слишком высоко подняться в кровеносном русле. И в этом случае. У вас. После каждого приема пищи. Сахар будет снижаться и снижаться. Это парадокс. Но это так. Если вы правильно к этому относитесь. Если вы еще включите еще один компонент. Кроме легкой мышечной активности. Еще и включите эмоции. И начнете вспоминать арифметические задачки. Проверять. Дважды два четыре. Или пять. Или три. Можете более сложные задачи решать. Но. Самое главное. Без состояния стресса. То есть в спокойном режиме. В этом случае два фактора уже работают. На вас. И мышца помогает снижать уровень сахара. И мозг. Потребляет 20% крови. Достаточно много. Будут работать на вас. На снижение уровня сахара в крови. И на улучшение обменных процессов в вашем организме. Потому как небольшая. Делаю акцент на слове небольшая. Физическая активность. Она не только сахар снижает в кровеносном русле. Улучшает кровообращение в организме в целом. И доставку питательных веществ. Всем клеткам. В том числе. И клеткам поджелудочной железы. И печени. И пищеварение лучше идет. Все идет лучше. Если вы это делаете правильно. Продолжительность нагрузки. Ну 30-40 минут. Меньше не стоит. Больше можно. И в этом случае. Сахарок у вас будет идти лучше. И самое главное. Будет восстанавливаться очень важный орган. Метаболический орган. Метаболический мозг вашего организма это печень. Потому как ей и система питания такая очень подходит. И такое мягкое улучшение кровообращения очень подходит. Потому как она лучше восстанавливается. Лучше участвует в обменных процессах. А вот что вам делать еще нужно. И один фактор. Без которого все о том что я говорил в этом видео. Можете забыть. Перечеркнуть. И забыть. И не использовать. Он перечеркнет все ваши усилия. Об этом я расскажу. Чуть позже. Если вы все делаете правильно. Значит скорость движения в сторону осложнений сахарного диабета у вас замедлилась. А скорость движения в сторону более высокого уровня здоровья ускорилась. И это прекрасно. И в этом случае вам нужен еще один очень важный компонент. Это терпение. Или последовательность выполнения рекомендаций. Потому как это насморк. Будете вы его лечить или не будете вы его лечить. Обычно заканчивается либо через 7 дней либо через неделю. Правда при плохом иммунитете хронический насморк может терзать годами и десятилетиями. С диабетом немножко проще. Примерно 4-6 месяцев нужно для восстановления обмена веществ в вашем организме. Вернее для восстановления метаболического мозга вашего организма. То есть печени. Лучше работает печень. И она лучше участвует в обмене веществ. Хуже? Хуже. Причем это не имеет значения восстановление печени. И восстановление работы печени. Это разные вещи. Когда вам на УЗИ смотрят печень. Говорят, да, есть такие-то изменения. Но это не один к одному работа печени. Это форма. А важно очень содержание. А содержание это биохимические показатели. которые отражают, как отрегулирован обмен веществ в вашем организме. Они более важны, чем вид печени. Хотя там тоже, конечно, имеют свои особенности. И безусловно, ускорить восстановление печени можно. Можно попробовать классическими гепатопротекторами. Семинары Сторопши, Солянки Холмовой. Или препараты на их основе. Но! У них есть одна особенность. Они ориентированы на белоксинтетическую функцию печени. В том числе. А это увеличение вязкости крови. И нагрузка на сердце и сосуды. Которые при длительном приеме препаратов. Они принимаются не точечно. Ни неделю, ни две. Это месяцы нужно принимать. Могут серьезно повлиять на работу сердца и сосудов. Поэтому значительно проще улучшать работу печени. Если вам нужно ускорить этот процесс. Улучшить его. Наборами лекарственных растений. Правда, которые зависят уже. Во-первых, от исходного нарушения обмена веществ. И во-вторых, от сопутствующих заболеваний. Которые могут быть определяющими. В плане восстановления работы печени. Но, в любом случае, если вы что-то делаете. Дорогу осилит идущий. Если вы движетесь в правильном направлении. Ваш уровень здоровья будет только улучшаться. Вот на этой позитивной ноте. Это я не самое короткое видео на своем канале. Буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео. Как поставить лайк. Я подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!